Открытие в Бресте белорусско-немецкой передвижной выставки «Лагерь смерти. Тростенец. История и память» – событие значимое. О сохранении национальной памяти о признании ошибок и восстановлении исторической справедливости говорили посол ФРГ в Республике Беларусь Петер Детмар и заместитель председателя Брестского горосполкома Сергей Жуков, руководство мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» посетители выставки. То, в какой форме и где это происходит, это, безусловно, нужно, потому что давно пора уже опубличивать трагические истории нашего прошлого, истории, потому что культура памяти в Беларуси, она недоработана и предстоит действительно еще много проектов подобного рода, которые могли бы вывести эту историю на уже современный формат современного исследовательского непосредственного исследовательской работы. На выставке представлены архивные документы, личные истории и воспоминания узников одного из крупнейших в Европе лагерей смерти, созданного нацистами на территории Беларуси. Создатели взяли за основу семь историй жителей разных стран, чьи судьбы связал Терстенец. Цель – через призму локальной трагедии показать мировой масштаб нацистского зла. Те истории, которые хорошо реконструировались и которые наиболее позволяли нам понять специфику уничтожения людей в данных местах уничтожения. Выставка представляет собой два десятка двухметровых стендов-планшетов, которые рассказывают о Терстенце как о типичном порождении нацистской системы для спланированного уничтожения огромных масс людей разных национальностей и вероисповедания. По количеству жертв Терстенец занимает четвертое место среди печально известных нацистских лагерей смерти, таких как Освенцем, Майданок и Требленко. Задача была какими-то яркими, негативными документами преступлений зацепить внимание и через короткие тексты объяснить кратко, но ясно, как проходило уничтожение. Выставка однозначно нацелена на молодое поколение, которое должно помнить об этом ужасном месте преступления. Задача выставки способствует тому, чтобы Терстенец утвердился в общественном сознании как место преступлений нацизма и памятник европейского значения. Экспозиция, размещенная в выставочном зале у Холмских ворот, пробудет в Бресте до 3 декабря. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.